Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Минеральных водах под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатова прошел первый день работы международной выставки технологий для современного садоводства «Про яблоко-21». Делегацию Карачева-Черкесии возглавил Рашид Тимрезов. Наш регион представил продукцию сады Карачева-Черкесии. Этот проект успешно реализуется в республике и речь не только о количестве урожая, но и о повышении качества жизни населения за счет создания новых рабочих мест. На сегодняшний день садовода собрали более 2000 тонн яблок и сбор урожая еще продолжается. Успешно развивают сады в личных подсобных хозяйствах. Говоря о развитии садоводства, Джамбулат Хатуов отметил, что министром сельского хозяйства поставлена задача работать над совершенствованием существующих мер господдержки и призвал определить пути решения тех проблем, которые на сегодняшний день актуальны. Выступая на пленарном заседании, Рашид Тимрезов отметил, что садоводство в системе АПК Карачева-Черкесии с каждым годом становится все более знаковым и значимым в развитии сельского хозяйства. Завтра в России стартует трехдневный выборный марафон. Сегодня в общественной палате республики открылся штаб по наблюдению за предстоящими выборами. На открытие собрались представители региональных отделений, политических партий, эксперты независимого общественного мониторинга, члены общественной палаты и СМИ. Штаб по наблюдению за выборами был открыт еще в марте этого года. Шла активная работа, обучали наблюдатели и волонтеров. На территории Карачева-Черкесии 252 избирательных участка. Все они оснащены камерами видеонаблюдения. И уже сейчас можно увидеть в общественной палате на мониторах, как идет подготовка к выборам. Наблюдатели – важные участники процесса. От них зависит прозрачность и легитимность голосования. Избирательные участки откроются завтра в 8 утра. Итак, Центр общественного наблюдения будет работать все три дня выбора, в том числе и 20-го числа. Поэтому он работает круглосуточно и днем, и утром, и ночью. Поэтому мы готовы принять любого человека, жителя Карачаева-Черкесии, Российской Федерации, представителя партии. Почему в субъектах уполномоченные включены в эту группу, в этот центр? Для того, чтобы именно обеспечить легитимность, прозрачность этих выборов. Почему? Потому что ясно видно на этих экранах, что происходит на каждом избирательном участке. Спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов побывал с рабочей поездкой при Губанском районе. С главой администрации района Мухаммадом Чумаевым обсудили организационные вопросы подготовки к предстоящим выборам в Государственную Думу. Спикер подчеркнул, что главная задача – оборудовать все избирательные участки с учетом требований санэпиднадзора и создать для граждан безопасные условия голосования. Также Александр Иванов поинтересовался перспективными развития района на ближайшее время. Глава администрации сообщил, что в планах замены систем водоснабжения в нескольких населенных пунктах, решение вопросов газификации, в частности, единственного негазифицированного в районе поселка Красивый, обустройство населенных пунктов. Кроме того, назрела необходимость расширения и ремонта некоторых школ. При непосредственном участии главы Карачаева-Черкесии в планах на ближайшие пять лет заложена масштабная реконструкция школ в поселках Пригородная, Таллык, Майский и Привольная. Александр Иванов осмотрел, как идет обустройство территории в центре Кавказского. Далее он провел прием граждан в поселке Кавказском. Все вопросы будут на контроле до их окончательного разрешения, подчеркнул спикер. Для достижения коллективного иммунитета необходима вакцинация значительной части населения республики, говорят медики. Вакцинация против COVID-19 включена в календарь обязательных прививок по эпидемиологическим показаниям. Как рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача Ногайска центральной района поликлиники Ариадна Бекбулатова, в первую очередь нужно привиться людям с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, а также сотрудникам сферы образования и торговли. Решение вакцинации принимается совместно с участковым терапевтом, учитывая противопоказания. На данный момент в нашем Ногайском районе провакцинировано 6 335 человек, план по вакцинации 9 658, это получается провакцинировано около 77% и ежедневно в среднем вакцинируется около 25-30 человек. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 773 человека. Из них 22 168 выздоровели, 554 человека госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды, каким будет завтрашний день, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13, а в горах до плюс 8, а днем 15-20 выше нуля. И в горах местами до плюс 14. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 5-8-5 золотых. Тысячи причин услышать «Да». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Следственный комитет России по Крачево-Черкесии в лице руководителя Николая Щепкина и атаман Баталопашинского отдела Кубанского казачьего войска Валерии Дедук подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Данный документ предусматривает совместное проведение мероприятий по культурно-нравственному патриотическому воспитанию учащихся в общеобразовательных учреждениях республики, осуществлению поисковых работ, проведению общественно значимых мероприятий и реализации проектов. Комитет в своей работе постоянно взаимодействует с другими государственными, правоохранительными органами, в том числе и общественными организациями. Мы считаем, что совместная работа при привлечении большего количества участников, она положительно сказывается на результатах, как в непосредственной нашей деятельности, это расследование уголовных дел, тяжких особо тяжких преступлений, на вопросах патриотического воспитания, в вопросах общественной жизни республики. Данное соглашение заключается сроком на один год, с последующим его продлением на такой же срок. По сути, это больше формальность, поскольку эти документы предусматривают постоянное взаимодействие, постоянная совместная работа для реализации целей Следственного комитета и целей Кубанского казачьего войска. В ближайшее время будет заключен договор с Центром помощи в чрезвычайной ситуации. Ну, я думаю, такое же сотрудничество, как и с Следственным комитетом, будет трудотворно для нас и для них. В ближайшее время будет подписан такой же приблизительный договор. Ну и в дальнейшем, я думаю, и еще с несколькими реализациями, обязательно будем подписывать такие же договоры. Есть куда расти. В республике открылись 26 центров образования естественно-научной и технологической направленности. «Точка роста» на базе школ, расположенных в селах и районных центрах Карачаева-Черкесии. Почетных гостей из Министерства образования республики в этот день встретили в первой школе Станицы Зеленчукской. Фатима Даурова тоже оказалась в числе приглашенных. Настоящий праздник в стенах первой школы Станицы Зеленчукской в честь открытия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» получился насыщенным и ярким. Главными гостями торжества стали представители Министерства образования и науки республики во главе с министром Инной Кравченко. Яркое выступление школьников и учителей завершилось традиционной церемонией перерезания красной ленты, после чего гостей пригласили на экскурсию. Первой остановкой стал кабинет физики, теперь уже полностью оснащенный новым оборудованием, расширяющим возможности и повышающим качество образования. Девятиклассник Марк Толстов уверенно продемонстрировал гостям возможности практического оборудования в разных вариациях. Сейчас я осуществлю пропеллер, и так, внимание, после чего можно нажать кнопку, и тогда пропеллер будет сгоняться до относительно высокой скорости. После чего сейчас мы посмотрим, что будет, если ее резко отпустить. То есть он взлетает. После мастер-класса у министра возникли вопросы к учителю. Школа сегодня испытывает потребность вот в таком оборудовании. Да, потому что сейчас мы как бы на количественном, а это, то есть на качественном, а теперь уже на количественном. Все вот эти результаты, это все на экран выводить, графики она сама строит, считывает какие-то вычисления. То есть мы собираем ту же схему и состоящую из штатив, допустим, муфта, но это оборудование вот в этом датчике, он многофункциональный. Тут и силу тока он меряет, и напряжение, и температуру, и давление. То есть его можно использовать один, как несколько приборов. Я поняла. И вот это лабораторное оборудование, оно совместно работает с компьютером, да? Программное обеспечение все для этого есть, с проектором. То есть такой симбиоз получается сегодня на уроке физики у нас. Урок химии тоже не отставал от предыдущего по степени интересности. Теперь с наличием необходимого оборудования и химических препаратов, параграфы из учебника легко переходят от теории к практике. Потенциал профильных кабинетов и их возможности в учебном процессе оценили министр образования и науки Инна Кравченко и директор школы. Хочется, чтобы таких кабинетов появилось больше, чтобы не просто там, скажем, одна лаборатория шла на один учебный кабинет, чтобы у каждого ребенка была сегодня такая возможность иметь такое лабораторное оборудование, самому потрогать, пощупать, ощутить и сделать соответствующие выводы. Имея такое оборудование, я думаю, конечно, у нас появятся ребята, которые будут заниматься и увлекаться наукой в том числе, и качество знаний наших детей будет только лучше от этого. Я думаю, что именно эти новые возможности, которые нам предоставило Министерство образования и науки Карачаева Черкесской Республики, за что мы им очень благодарны, позволят нашим детям лучше готовиться к предметным олимпиадам, накопить новые знания и стать успешными, потому что в информационном обществе, в котором мы с вами сейчас живем, именно эти навыки, знания и умения необходимы. За три года в республике уже открылось 87 центров «Точка роста», которые создают условия для полноценного развития ребят, обучающих в сельских школах. Благодаря им у детей появилась возможность приобщиться к миру моделирования на компьютерах, заниматься созданием виртуальной реальности и 3D-моделей. Точка отсчета дана. Теперь только расти в высоту к достижениям. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести Карачаева Черкесия, Зеленчукский район. Таким был четверг Карачаева Черкесия. А прямо сейчас заключительная серия фильма «Частная жизнь». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин